За несгораемой опечатанной дверью мир документов и важных бумаг. Городской архив. Произнося слово архив, представляешь себе мрачное подземелье с толстенными пыльными фолиантами. На деле небольшая светлая комната в здании администрации. Место, где хранится история. Без документов не существует ни одного государства. Без архива нет ни одного государства. Потому что это основная кладезь информации. Это архивы. Информация для рядового гражданина, которому необходимы документы в повседневной жизни. Информация для историков, которые пишут нашу историю. Информация для будущих поколений. Здесь более 37 тысяч дел. Бумаги из различных организаций, справки, выписки, постановления. Все то, что люди пренебрежительно называют бумажками. Без которых, как известно, никуда. За каждым документом у нас стоит судьба человека. У нас очень много приходит людей, которые ищут тот или иной документ. И иногда от того, есть или нет у нас этот документ, сохранился он. Передан ли он нам на хранение, зависит судьба человека. Нашу страну часто называют бюрократической. Шутят, что работники архивов просто перекладывают бумажки с места на место. Обывателю кажется, что это очень легкая работа – складывать корешок к корешку. На самом деле тут серьезный аналитический труд, требующий скрупулезности, ответственности и методичности. Ко всему прочему, работу эту легкой физически не назовешь. Даже из-за одной справки приходится повозиться. Ну, килограммы три, одна коробочка весит. Приходится поднимать вот этих коробочек. Вчера я подняла, штучек, наверное, 10 за полдня. Так это все, каждое дело надо было прокрутить, пролистать, найти. И потом только уже по инициалам, по дате поступления, по дате увольнения, указать, что это была именно та женщина, которая нам написала запрос. В городском архиве два вида бумаг – документы личного и постоянного хранения. Первые – это данные из организации, нужные людям для определения стажа, начисления пенсий, приватизации жилья. Вторые – исторические свидетельства, картографические материалы, письма и справки времен Отечественной войны. Архив – неиссякаемый источник для историков. Кроме фотографий могут принести люди и переписку с какими-то интересными гражданами. Например, одна гражданка принесла переписку с одним из кандидатов в начале 90-х годов на должность президента. Все пренебрежительные слова и наименования о бумагах и профессии ивановцы сразу забывают, когда приходят сюда за нужным документом. Здесь всегда помогут, необходимое найдут, как и полагается в архиве, без шума и пыли.